здравствуйте друзья доброе утро четверг сегодня 23 по моему боюсь соврать что-то я плохо ориентируюсь в общем февраля февраля сейчас на телефоне посмотрю да точно 23 февраля когда-то день красной армии там советской мы отмечали в этот день с ума сойти в общем тем такая будет спрашивают что тут с наводнением тот год сан-хосе прямо возле вашего дома тут какое-то затопление там тысячи тысячи людей значит там эвакуированы ну давайте я расскажу действительно это относительно недалеко вот от того места где мы сейчас с вами проезжаем может быть километров 15 что там произошло есть небольшой относительно небольшой резервуар с водичкой который в силу того что дождики идут наполнился не безумно там шапан там как-то там переполнился но ним но есть такое дело то есть нужно было воду сливать и там есть соответственно устройство для слива избыточной воды и вода уходит в ручей такой так называемый койоте крик и вы тоже должны как бы понимать и вы наверное вы помните но так не актуально может быть что все таки это место находится очень близко от воды от океанской воды вот если налево там горы да и туда так естественным ходом вода не потечет то вот направо но буквально тут пару пару километров находится залив так называемый сан-франциско бей и вот этот залив это как бы часть мирового океана и вот туда все замечательно стекает в общем то соответственно этот вот койоте крик тоже туда устремился поэтому в общем то здесь нет такой же прям проблемы слить там куда-то излишки там воды вот но этот самый койоте крик то ли там свой какой-то мусор там валялся в русле они так знаете эти ручьи в таких руслах таких каменных бетонных вот то ли вот это избыточная вода какой-то мусор нанесла я уж там не знаю откуда это все произошло там происхождение от этого всего мусора но а как бы забилось можно так сказать местами и вот это вот забившиеся она как раз и раз расплескалась наружу но это очень ограниченная территория вот единственно что конечно вот именно эту ограниченную территорию так и снимают хорошо с вертолетов с дронов там журналисты стоят и так далее когда вы посмотрите как снимают журналисты то есть вот и другая камера показывающие как журналисты снимают вот тогда вы хорошо видите что они все стоят на суше а там допустим в 15 метрах от них там какое-то углубление там вот на такой на понтоне таком значит перевозят там каких-то людей из домов там забирают чтобы они не намокли потому что в принципе то место где они идут там глубины может быть метр но их вот на этом понтоне там героически везут и так далее вот 14 тысяч человек там как-то им дали ну строгой форме сказали что ребята переселяемся на время вот еще там какое-то количество людей им в рекомендательной форме сказали что может быть действительно вот нам бы отъехать это не значит что затопило 14 тысяч домов например то есть такого близко не там там гораздо меньше все это но тем не менее здесь превентивная такая философия в обществе что как бы чего не вышло поэтому лучше 15 тысяч человек забрать да чтобы ни с кем ничего не случилось чем допустим не забрать и два человека погибнут например зачем это нужно в общем так так работает вот конечно это намного ближе чем допустим какое-нибудь затопление в этом уровень которая еще на север от сакраменда то есть достаточно то есть очень далеко отсюда реально далеко или например там в южной калифорнии который еще дальше то есть как как бы совсем близко но как бы не по масштабности не по последствиям это не является чем-то таким знаете но вот когда люди погибают когда что-то такое происходит когда хотя безусловно конечно это ущерб той недвижимости которая там стоит вот и в общем то дерево поскольку это строение деревянное безусловно дерево от того что она несколько дней в воде постоит она лучше не становится это все знают вот ничего хорошего в этом нет естественно шмотки портится там и так далее что еще обещают вот я сказал сегодня четверг значит обещают на выходные еще дождей поэтому так все с интересом ждут санузель это город-миллионник там много техники много денег там круглосуточно там работают бульдозеры что-то они там стаскивают блокируют я не знаю как бы сейчас много шорохов там по этой части происходит но ну почему такая ситуация посмотрим чего будет я не вижу пока актуальных таких-то таких новостей за последний час два три вот ничего нет в основном это вот вчера там позавчера что-то такое происходило и там от меня ждали что я что-то начну об этом рассказывать ну как бы не знаю специально пойти поснимать я не знаю можно ли там подъехать да и собственно чё нам и так столько народу снимает вот там пойти погуглите вы увидите или там на ютубе есть из новостных выпусков есть там ничего такого вот такая такая история конечно мы тут ситуация такой то густо то пусто с этими дождями да то вот пять лет вообще дождей не было то вдруг значит залилось тут но я вчера урок вел с утра и не в курсе был вообще значит и потом выхожу из класса и мне наталья сотрудница наша говорит вот михаил петровичка так и так мол тут затопление 15 тысяч человек значит там чё-то я говорю надо же говорю а нам все говорили газоны поливать нельзя понимаешь воду надо беречь вот тебе пожалуйста экономия воды нет какие америка страна контрастов вот так можно сказать ну что же я думаю что мы и так этот сюжетит наверное в этом месте и закончим давайте может быть камеру на себя поверну потому что тут у нас тенёк то что-то я ехал солнце было в камеру вот чтобы так не было обезличенным мы наверное закончим и если что-то такое будет происходить я обязательно вам расскажу ну чё мы люди взрослые я просто потому не показываю что ничего такого нет то есть может быть кто-то хочет там типа успокоительного типа ничего нет таки нет но вот такого чтобы знаете вот сейчас схватиться куда-то бежать бывает всякое соединенные штаты в целом страна не самого такого стабильного климата но и и уже ну таких природных явлений а уж калифорния так и особенно поэтому тут и землетрясения бывают и есть места где там ураганы какие-нибудь проходят вот флорида например да я не знаю что флорида в вашем представлении себя представляет но там есть такие места где каждый год там какое-то количество раз в определенное время проходят какие-то вот такие ураганы им там даже имена присваивают иначе все ждут смотрят там как чего поэтому слава богу нас ураганов нет но у нас бывает он тряханет немножко а вот сейчас вот раз вот понимаешь и что-то провелась хляби небесные разверзлись и пролилось на нас так что такая вот такая обычная делание ничего страшно то есть не часть ничего хорошего там нет но и какой такой трагедии чтобы за голову хвататься тоже нет но ничего страшного переживем особенно когда знаете когда самого тебя не заливает а только соседа так ты думаешь о чем не проблема правда я я я же чудо хорошо ребят счастливо